Задачи на перспективу обсуждают на встрече партийного актива в Загорянском. На вопросы жителей поселения ответили депутаты, представляющие партию «Единая Россия» в региональном и муниципальном парламентах. Мероприятие прошло на территории бывшего военного городка ВШК. Депутат Мособолдумы Владимир Шапкин отметил, что вступление поселения в программу модернизации бывших военных городков – одна из первоочередных задач, приведя в пример эффективное решение проблем в Медвежье-Озерском. За один год преобразилось все. Зимой раскопали все и перестроили инфраструктуру инженерную, все сети. А залито все благоустроили дворы, площадки, дороги и так далее. Сейчас дорабатываем там школу новую строить, детский сад построили, котельную. Вторая задача – это благоустройство городской среды, как мы называем сейчас, или программы, которые действуют в Московской области, их распространение на Загорянку. Это дворовые территории, это дороги. Продолжится в поселении реализация программы «Чистая вода». В прошлом году был отремонтирован один водозаборный узел, в 2018-м отремонтируют второй ВЗУ на улице Розы-Люксембург. Непростым для жителей является вопрос сноса гаражей ракушек в соответствии с требованием закона о благоустройстве Московской области. Секретарь Щелковского отделения партии «Единая Россия» Надежда Суровцева отметила, что администрации поселения необходимо активнее вести информационную работу с жителями. С людьми надо разговаривать, надо пояснить, подходить к каждому гаражу. Потому что вот мы, допустим, в исключительных случаях, но когда, допустим, человек инвалид, и он не может машину где-то ставить, и вот ему нужно вот около дома. В исключительных случаях мы оставляли. Но вообще вот эти у нас традициональные тент-укрытия, они не должны быть около дома. Потому что это общедомовая территория. И эта общедомовая территория, она должна равномерно принадлежать всем, понимаете? Также обсудили вопрос транспортной доступности. Жители предложили увеличить число автобусов на маршруте номер 24. Час 15, и Щелково не уедешь. Здесь еще десятки ходят, бегают, ничего не могу сказать. Но в Щелково просто не уедешь. Час 15, ждать автобус. Будет ходить две единицы транспорта, а среднего класса вместимостью порядка 43 мест. Но это будет, конечно, конец марта, начало апреля, не раньше, пока это идет вся процедура. Затронули тему транспортных льгот, в том числе для проезда по Москве. Мы восстановили тем, кто ездит на лечение, на лечение в постоянном режиме, они ездят бесплатно, через соцзащиту, на лечение в Москву. Буквально перед Новым годом мы приняли второй закон. И соцзащита сейчас начала выдавать социальные карты для проезда 19 категориям, проживающих в Московской области, льготникам. После встречи Надежда Суровцева отметила активную работу местного совета депутатов. В конце люди сказали спасибо большое. Мы выбрали депутатов, которые с нами работают, которые нас слышат, которые отстаивают наши интересы перед исполнительной властью. Вот это было очень приятно, потому что все-таки на Загорянке у нас в этот раз большее количество депутатов, это члены партии «Единая Россия». Это 8 депутатов, и мне очень приятно, что им дали такую хорошую оценку. Александра Гранич, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково». Игорь Поляков, телерадион. Продолжение следует...